Всех приветствую друзья! Стало известно, что бой Дастина Парье и Джастина Гэйджи станет претендентским. Победитель этого поединка станет очередным претендентом на титул UFC в легком весе. Об этом сообщил ведущий комментатор сильнейшей лиги мира Джон Эйник. 5 раундов в легком весе главное событие. Это претендентский бой самого высочайшего уровня, который, как мне кажется, мог бы возглавить номерное шоу даже без титула на кону. В этом нет ни малейшего сомнения, заявил Эйник. Накануне президент UFC Дана Вайт официально объявил, что долгожданный реванш между Дастином Парье и Джастином Гэйджи 29 июля возглавит турнир UFC 291, а на кону поединка будет стоять вакантный титул БМФ. В настоящий момент титул UFC в легком весе удерживает Ислам Махачев, который 21 октября на UFC 294 в Абудабе должен выйти на защиту чемпионского пояса против победителя поединка между Чарльзом Оливейрой и Бенилом Дариушем. Однако не исключено, что бой Дастина Парье и Джастина Гэйджи при определенных обстоятельствах может внести в данный план коррективы. Друзья, ваши прогнозы на этот поединок? Уверен, что бой между Парье и Гэйджи будет очень зрелищным, ведь каждый из них жесткий ударник. С нетерпением будем ждать этого крутого события. Экс-чемпион UFC в тяжелом весе камерунец Фрэнсис Нгану заявил, что всегда будет сожалеть, что его бой с действующим чемпионом американцем Джоном Джонсом не состоялся. Несмотря на их разногласия и конфликты, Нгану признался, что считает Джонса лучшим бойцом смешанных единоборств, поэтому хотел бы испытать себя в бою с соперником его уровня. Я всегда буду сожалеть, что не подрался с Джоном Джонсом. Думаю, вы понимаете, что когда занимаешься этим спортом, находясь в этой должности, вы хотите испытать себя против кого-то вроде Джонса. Этот парень считается лучшим в нашем спорте, сказал Нгану. Ну что ж, тут конечно без преувеличения, бой между Джонсом и Нгану действительно является одним из самых ожидаемых. Но видимо он скорее всего не состоится, ведь Нгану ушел из UFC и подписал новый контракт. Кстати, недавно Фрэнсис поделился подробностями разговора с Даной Вайт, после которого принял решение уйти из промоушена. Мне не понравилось, как все сложилось. Перед моим последним боем, когда дрался с Сирилом Ганном, я встретился с Даной Вайт в ресторане. Я ему тогда сказал, «Я ценю все, что ты для меня сделал и твою помощь, но на данный момент не чувствую, что являюсь частью компании. Я не чувствую, что меня продвигают». Он такой, «Мы хотим, чтобы ты был с нами, думая, что тебе нужно сменить команду или что-то в этом роде». Складывалось впечатление, что у меня больше нет промоутера. После этого я ему повторил, что больше не чувствую себя частью компании. На что Вайт ответил, «Что ты имеешь в виду? Ты когда-то хотел прийти на мероприятие, но для тебя не было билетов? Для тебя не было доступа? Так получается, я работал всю жизнь, чтобы иметь беспрепятственный доступ ко всем шоу UFC», – сказал Нгану. Вот такое объяснение со стороны Фрэнсиса. Друзья, что думаете об этой ситуации? Правильно ли сделал Нгану, уйдя из промоушена? Пишите свое мнение в комментарии. Хочу выразить вам большую благодарность за просмотры этого видео. Прожмите лайк ролику и подпишитесь на канал. До новых встреч!